В день выдачи юбилейной тонны кокса у рабочих, собравшихся на митинг, настроение было приподнятое, ведь каждый ощущал причастность к знаменательной дате. Когда я первый раз пришел через проходную завода, и вот до сегодняшнего времени трудимся. Завод – это дом родной. Это наша гордость. В общем, вся жизнь наша на заводе. Поэтому мы так и говорим, что завод – наш дом родной. Москокс, входящий в состав компании «Мечел», наряду с другими предприятиями, горнодобывающей и металлургической промышленности, занимает одну из ведущих позиций. Веселые времена сегодня для всех металлургов, но тем не менее Московский коксогазовый завод сегодня находится в нормальной обойме тех предприятий, которые приносят операционную прибыль. Пусть она небольшая, но завод не проедает себя, а работает с этой прибылью и уверенно смотрит в будущее. Завод жил, живет и будет жить. И мы с вами сегодня вместе с вашими руководителями ищем новые формы, как эффективнее использовать ваши площади, как эффективнее наладить производство, как вам в этих условиях найти новых покупателей вашей продукции. И вот наступает волнующий момент. Приступить к юбилейной выдаче 65-ти миллионной тонны кокса. Выдачу начать с 43-й камеры и далее по установленному графику. 65-ти миллионной тонны кокса, она пойдет на Косогорский металлургический завод, где при ее использовании будет выплавлен высококачественный чугун, а из чугуна уже дали и сталь, и различные хиросплавы. На память о знаменательном событии всем участникам митинга были розданы юбилейные кусочки кокса. Это теперь будет стоять у меня на самом видном, самом почетном месте в моем доме. 30 лет я наблюдаю за этим великолепным процессом производства кокса, и 30 лет восхищаюсь вот этим. Это сама жизнь. Юбилей завода неразрывно связан с городом Видное, да и со всем районом. За 65 лет существования предприятия ни одно поколение жителей трудилось и трудится на нем. Завод выступал лидером, да, что ли сказать, городской, районной промышленности. Хотелось бы, чтобы так и дальше было. Думаю, приложим все усилия, чтобы не уронить эти лидирующие позиции. Ну и будем жить дальше. Людмила Медведева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.